ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернёмся к обзору. Что я хочу показать? Что можно сделать с блоком В6000? Во-первых, уберу сначала и объясню, что это такое. Все видели ушко. Я сюда встроил ремешок, но в то же время резинку. Что в случае натяжения, я его снизу. Ничего резкого не произошло. Ладно, кисель сварен, можно выключить. Далее, в это ушко вставляем вот такой вот ремешок. Сразу скажу, это какого-то фотоаппарата. Поскольку у нас телефон небойный, значит, из этой же оперы. То есть, что мы получаем? Мы получаем вот такое вот вешение гаджета. Следующий вариант. Для людей, у которых, как у меня, есть привычка боязни потерять устройство. Так вот замыкаем карабин на самом себе. Вторую часть цепляем к ремсаку там, или к сумке, или к карману, ну или, как я, к ремню штанов. То есть, телефон кладу в штаны, карабин зацепляю за колечко на джинсах. Даже если я его вольготно так, не задумываясь, вытащил, смарт я не потеряю. Потому что, как бы, напоминаю, все возможности, произойдет всего лишь вот это. Далее. Что вот это за флип? Я уже в форме 4ПД показывал. Делается очень просто. Для тех, кто, как и я, боится, что даже нецарапаемое стекло можно все равно поцарапать. Что это нам дает, и зачем нам это нужно? Поскольку у нас здесь имеется такой резиновый, не знаю, как бортик, что ли, бампер. Короче, выпуклась по периметру. То крышка, сделанная из твердого материала, закрываясь, она ложится на бампер. То есть, внутрь до стекла уже проходит не сразу. Мы получаем дополнительную защиту стекла. Далее. Как это делается, если кто захочет повторить? Вот эти вот накладки железные, вы видели, они на болтах с шестигранником. Подбираем такой шестигранник, ну, отвертку с таким шестигранником. Ослабляем болты. Просто банально ослабляем. Далее вырезанную заранее предварительно вот эту крышку с небольшим клапаном. У меня это, по-моему, миллиметров шесть или семь был после загиба. Плавненько так вставляем туда до упора. Там, поверьте, расстояние миллиметра три, и дальше упор в бортик. Там многогранная система, если кто разбирал, увидит. То есть, задвигаем до упора, если слишком длинное. Обрезаем постепенно, чтобы получилось так вот более-менее приемлемо. И закручиваем болты обратно. Мы получаем небольшой минус, если как я ошибиться. Вот сейчас. Видно, не видно. Маленький недолет, скажем так, вырезанной части крышки до конца этой железки. Получается немножко менее герметично здесь. Зато получаем дополнительную защиту экрана. Ну и как бы привычно, когда телефон закрывается. Я к этому привык. То есть, я привык, что в таком виде. Далее. Внутри есть датчик приближения, который многие что-то не могут откалибровать. У меня после манипуляций некоторых он тоже иногда стал подключивать, калибровать по колей. Но получаем также плюс. Крышка вырезанная, она перекрывает датчик. И даже если у вас телефон не попадает в зону перекрытия датчика, чтобы экран погас, и вы нормально работали, слушали и так далее, то это за вас делает чехол. Вот как бы еще один плюс этого флипа. Далее. Вернемся к самому параллелью. После обновления, которое я делал боясь, поскольку многие тут писали, что обновление приводит к плачевным последствиям, у меня как бы появились только плюсы. Я не знаю, кому там минусы ловятся. То есть, у меня шторка стала красивее, добавились цвета. И второй плюс, более новая версия прошивки, но что мне это дает, я не знаю, потому что версия прошивки в сиротаже осталась. Только какое-то маленькое обновление добавилось. Стабильность работы никуда не делась. Все как было, так и есть. Единственное, что мне бесит, то что иногда пропадает интернет. Ой, куда это я? Извините, еще не привык, еще полтора дня всего. Так вот, когда вот этот ползунок включаешь, передача данных, интернет пошел. Но если потом убрать телефон в карман, ходить там часа два, потом достаешь в этом же режиме, у тебя интернет может работать, а может не работать. Вот как захочет. Хотя ползунок на месте. Может быть это, конечно, связано с тем, что у меня интернет через теле 2, может это у них глюки, я не знаю, но... Мне вот показалось, что как бы больше похоже на нестабильность. Ладно, далее. Про NFC. NFC у нас, конечно, есть... Ой. А, ну да. Располагается в пункте «Еще». Вот NFC. Теперь мы его включаем. Сейчас принесу одно интересное ощущение. Для проверки NFC модуля у меня есть только одна вещь, у которой есть NFC-метка. Такая вот гарнитура соневская. И как только мы ее поднесем к аппарату, в принципе, вот, устройство S-BiS подключается. То есть он метку сразу обнаружил, и он сразу начал делать то, что запрограммировано на действие с этой меткой. Просто я уже подношу второй раз, поэтому он не запрашивает разрешение. Когда я преподнес первый раз, он запросил разрешение. Что это нам дает? Ну, мы доказали, что это устройство работает. NFC, то есть на борту есть. И, кстати, сразу гарнитура включается от этой NFC-метки. То есть такая двусторонняя метка. Она не просто пассивная метка, но, видимо, с гарнитурой совмещено. Но как только телефон подключается с помощью команды соединения записанной на метке, также поступает вторая команда в самой гарнитуре включиться. Прикольно. Но могу сказать одно. С платежами еще какая-то непонятка. Потому что я сегодня второй раз уже пытался воспользоваться платежами через NFC. с помощью вот такой вот приблуды. Ой. Вот. Нажимаем оплатить. И он как бы после ввода пароля имитирует, скажем так, бесконтактную карту. Поскольку она у меня как бы и в оригинале есть, то, грубо говоря, он делает дубликат электронной моей карты, яндексовской. Но платеж не проходит. Первый раз пробовал в метро, второй раз пробовал в пункте выдачи Ситилинка. не там, не там, что-то с платежом у меня косяк. Ну, а в остальном все работает. Все просто зашибись. Качество фоток обалденное. Я уже у себя на страничке выкладывал. Он, кстати, ругается. Выкладывал очень много фоток, сделанных этим аппаратом. Я его брал уже вместо телефона. Ну, вместо телефона, вместо фотоаппарата с собой. На аппарат по случаю ВМФ. Ну, то есть, видно, что рисуночек весь. Все даже неровности печати видны. Не знаю, кого-то там говорил, что очень плохой фотоаппарат. Здесь фотоаппарат обалденный. Так вот, множество фоток выложено. Можно посмотреть. Доступны они не только друзьям, но всем. Сейчас покажу. Альбом ВМФ. Почему я говорю, что качество хорошее? Сейчас яркий пример. Возьмем тут людей. Вот тут, по-моему, вдалеке. Ой, извините, не промазал. Так вот. Стоп. Это же контакт. Зачем нет контакта? Это же неправильное качество. Так, не та папка. Вот она. А, ну или да, кстати. Вот я грозу снимал. Тоже могу показать привычка с предыдущего телефона. Ну и что? Это можно назвать плохим качеством. Сейчас я вам даже наеду. Если вы считаете, что вот фотка-то. Так, кстати. Вот. У меня уже, извините, совесть не позволяет назвать этот фотоаппарат плохим. По-моему, из всех телефонов, которые у меня были, здесь самая лучшая камера. Потом скажу еще свое веское. Плюс, скажем так. Я всем уже тысячу раз говорил, что обычными наушниками не пользуюсь. Всегда гарнитуры блютутовские. Так вот. Это первый аппарат, у которого нет проблем с расположением телефона в кармане. То есть у меня в гарнитурах модули в разных гарнитурах встроены в разных местах. У кого слева, у кого справа, у кого отдельный. Отдельный. Раньше были проблемы. Например, на Умером. Если я гарнитуру одеваю, в которой модуль слева, а телефон кладу в правый карман джинсов, почему-то постоянные сбои. То есть слушаешь музыку, а и каждые 2-3 секунды идет короткий сбой. Мне это задолбывало. Немножко лучше было в Infocus M2. Там, скажем так, телефон давал сбоев меньше, но все-таки они были. Но как бы хватало хотя бы правильного расположения в кармане. Что было в Умероме? Если кладешь даже в соосном кармане, то есть слева передатчик в левом кармане, но не дай бог руку проносишь между телефоном и гарнитурой, то я все равно заикалась. В Infocus как бы этого не наблюдалось. Но все равно нужно было соблюдать карман. С этим аппаратом наплевать. Кладешь в левый карман, кладешь в рюкзак, что он сквозь тебя пробивает блютутом. То есть, может я не везучий, может что, но у меня всегда это было проблемой. С этим аппаратом проблема с этим отпала. Косячок небольшой, многие скажут, что он долго включается. Но напоминаю, Android 6 умеет глубоко засыпать. Почему он как бы и батарейку так экономно ест? Объясняю, как это можно доказать. Я работаю в месте, где прием практически на нуле. То есть, дозвониться до меня, когда я работаю, мои домашние даже не пытаются. Телефон из-за этого всегда я переводил в режим полета. Здесь никакого режима полета я не включал. Энергосбережение, видите, выключено. Режим ожидания максимально жрет. Экран не очень часто включал, но фиг с ним. Там хватает режима ожидания, потому что он постоянно ищет сеть. Однако, мне извините, он предполагает, что мне по-любому хватит на два дня. Вот это вот уже радует. Напоминаю, 8 ядер. Все дела. Причем по двойке ядер сейчас докажу. Вот, 8 ядер, максимальную частоту 1950 каждая. 64-битная система и аппарат работает. Причем работает очень хорошо. И он тянет два дня легко. Легко. Только единственный маленький нюанс, я не хочу два дня. Я хочу все-таки его сейчас помучить конкретно. Я думаю, к вечеру мне останется процентов 40, не больше. Но на завтра этого может не хватить. Поэтому мне... Ничего. Так что ли? Нифига себе, народ. Я такого еще не видел. Да, еще замечу. Wi-Fi антенна здесь, походу, так же, как и у Bluetooth, офигительная. Вот здесь, на кухне, у меня Wi-Fi еле-еле цеплялся. Вы видите, да, как он работает? По-моему, неплохо. Если учесть, что еще раз повторяю. Я на кухне, роутер в другом конце квартиры. Роутер без антенн. Версия такая. Но зато с частотой 5 Гц дополнительно. То есть, надевает частоты сразу. Во-первых, замечу, что этот аппарат берет эту частоту. Потому что у меня доказательство очень простое. У меня обычная сеть. Сергунька. Так что аппарат этот, два диапазона Wi-Fi, поддерживает. Ну и сейчас небольшой тест проведем. Все-таки самому даже интересно. Сразу замечу, я еще его не запускал. Как ни странно, все равно подергивание есть. Хотя и Буми Роми у меня тоже с 8 ядрами подергивания были. Поэтому я не знаю, на какой аппарат рассчитан этот видеотест. Но он хочет тестировать, тестировать. Мешать не буду. Вот камеру подвину. Чтобы вам было виднее, и свет подвешил. Чтобы вылететь не было. Да, глядя на эти рывки, реальный вопрос. На какие же устройства рассчитывать эти тесты? Если 8 ядр по 2 ГГц, я так подвогиваю. Ну и еще замечу, да, экран. Качество красок обалденное. Я вот раньше думал, что у Мирона очень хороший экран имеет. Ну, господа, здесь экранчик поярче. Точнее, как сказать, не с яркостью поярче, а с цветами. Здесь красочный. То ли тут диапазон цветовой больше, то ли что, я не знаю. Реально. Видеокамера у меня, конечно, тоже недорогая. Она, наверное, не все цвета передает, но, поверьте, все цвета очень яркие, красочные. Наверное, даже, скажем, правдоподобные. Ну, как я понял, все. Напоминаю, это необычный видеоролик. Все действие происходит на кухне, поскольку моих домашних я отправил в деревню. Сам спокойно сижу, варил себе кисель. Вот, самоделем. Кто-то может посмеяться, кто-то позавидовать. Но сейчас у меня будет натуральный вишневый кисель, когда остынет правда. Ну, пока ждем результатов бенчмарка. Напомню, Antutu версии 6.2.0. Несколько минут. Давайте-ка я подвину, чтобы двигателей не было. Надоели эти брики. Напоминаю, видео без монтажа, это моя политика. Кому не нравится, перематывайте сами. Монтировать, ускорять и так далее не вижу смысла. Занимает время раз, и все равно люди многие проматывают сами два. Ну, промотайте по зоночкам в момент воспроизведения видео. Проблем не составит. Ну, а я пока поболтаю. Аппаратик, наверное, все-таки похож на аппарат моей мечты. NFC есть. Компас есть. Барометр, правда, не знаю, нахрен он мне нужен. Он, честно говоря, даже и не запускал, но тоже есть. Далее, гироскоп есть. Ставил программки, которые хотят обязательного наличия гироскопа, а не запускаются, без вопроса. То есть, напоминаю, у меня есть аналог Google картона. Ну, то есть, шлем 3D-шный. Шлемофон. Так вот, я планирую, что в него этот аппарат тоже можно будет запихать. Ну, после того, как потестирую, как говорится, об этом сообщу дополнительно. Но пока проверял без шлема. Программы запустились, не ругаются. Единственное, что напомнили, что неплохо бы откалибровать именно под мои 3D-очки. Ну, или шлемофон, как я их называю. Ну, модель я уже не помню, поэтому калибровать придется методом тыка. Займет время. Так что явно не во вторые сутки использования аппарата. Ну, а пока, напоминаю, у нас идет тестирование аппарата BlackVie BV-6000. Причем защитно-щеного аппарата. О, о чем говорит маркировка на его лице IP68. Правда, благодаря моей доделке это уже, наверное, не IP68, а IP86. То есть, водонепроницаемость ухудшена, но защита экрана улучшена. Почему производитель не хочет сразу выпускать с таким флипом? Я не знаю, по-моему, аппарат был бы обалденный. Ну, и вот результат. Напоминаю, ничего не выключал. Ему мешала вам целая куча приложений. Ну, правда, это еще немного, бывает больше. Но, однако, вот наш результат. Что у нас слабое звено? Получается слабое звено оперативка. Второе, по слабости, видео. Процессор на горном третьем месте снизу. Ну, в общем, вот аппарат радует, все работает. Вот эта вот программулька предлагает настроить наш приборчик на работу с гироскопом. Ну, видите, да? То есть, он не ругается. Напоминаю тех, кто пробовал, если гироскопа нет, обычно ругается. Говорит, иди нафиг с Новым годом, у тебя нет гироскопа. Тут пошел. Резвенько, гордо. Так, GPS. Сейчас попробуем показать, как он работает. Причем, замечу, я на кухне и не под окном абсолютно, как бы, а в полметра от окна. Сейчас посмотрим, будет ли работать. Ну, в смысле, спутники ловить здесь. Если нет, немножко подвину. Да нет, и здесь берет. А на улице, как бы, вообще, мгновенно. Ну, правда, у меня на улице сейчас, перед окном, извините, левенюга. Погодка-то не летная. Вот расстояние. Вот нам, пожалуйста, результаты. Ну, и замечу, что у нас творится на улице. То есть, пасмурная погода, мелкий дождь, но уже давно-давно все утонуло. И GPS пашет. Пашет, пашет. А, да, кстати, по поводу точности. Плюс-минус 5 метров. Я не знаю, кто там говорит, что у кого-то самое точное 20 метров, точнее, не было. У меня, извините, на расстоянии атак на плюс-минус 5. Поэтому, люди, просто хватит парить. Или вы не умеете пользоваться аппаратами, или вам очень повезло, у вас брак. Потому что аппарат просто офигенный. Особенно, если его прокачать, поставить сторонний ланчер. Вот такая вот панелька, почему-то в шестом андроиде отсутствовала. Я поставил красивые часы с погодой. Ну, и многофункциональный виджет от Mail.ru. Так что, народ, советую заводить такой аппарат. Вот, аппарат мне очень нравится. Единственное, конечно, тяжеловат собака и крупноват. Но у него скошенные вот эти вот углы. Поэтому в кармане он так не мешает, что ли, или не топорщится. Как у меня предыдущий этот лопатафон у Миром с 3 гигами. Здесь те же 3 гига, но процессор еще и больше, камера лучше. Причем в разы есть NFC, есть компас. Блин, ну я не знаю, лучший аппарат я пока в руках не держал. Если у кого-то есть лучший, хотите дать его. Блин, давайте, я только с радостью. Ну, а пока с вами был аппарат Blackview BV6000. Ну, и человек, который его полапал, пытается настроить и находит всем плюсы и минусы. Админ сайта latuhu.ru Всем пока.